Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня начинаю такой домашний свой влог. Ко мне приехал племянник, как многие, наверное, поняли уже из предыдущего видео. Вот, так что они у меня... Дети у меня тусуются все дома и помогают немножко, работают. Землю там растаскивают к парнику моему. Вот, так что... Ну, а я готовлю, как обычно. Вот, так что мы никуда на самом деле не ходим, но сейчас и не хочется в данной ситуации, да, в нынешней ситуации, скажем так. Не хочется особо посещать какие-то места многолюдные, вот. И, в общем, тусуются у меня с моим племешом. А я вам сейчас хочу еще показать средства одни, которые я заказала. Читала очень много. Я вообще, кстати, вот, знаете, люблю сидеть вот на всяких форумах с отзывами и тому подобное. Потому что, мне кажется, по отзывам можно действительно какие-то хорошие средства найти, понять, работают они или нет. Я заказала себе два средства, которые, я думаю, надолго поселятся теперь в моей аптечке. Так что, давайте вам покажу. Вот такой регенерирующий крем. У меня две баночки. Одна 20 грамм и вторая это 50 грамм. 50 грамм я как раз положу себе в аптечку домашнюю. 20 грамм. Это можно... Ну, удобная баночка. Можно, если что, куда брать с собой. Значит, это регенерирующий крем. Значит, вот такой вот вещь. Очень много начитала себе отзывов, как я уже сказала про него. Средства, вот, на мой взгляд, должно быть просто потрясающе и незаменимое в каждой аптечке. Я люблю подобные средства. Почему? Потому что, во-первых, это... Сейчас я вам покажу. Это что-то у нас получается наподобие вот такого крема. Видите? Ничем не пахнет, не имеет запаха никакого вообще. Значит, показания к применению у него это ссадины, порезы, мозоли, сложные раны, царапины, трещины, расчесы. В том числе и после укуса насекомых. Это вот вообще наша тема. Кто вот живет за городом, тот знает, что укусы разных насекомых, это, конечно, вообще. Особенно у деток они, потому что постоянно у меня расчесывают. Также это ожоги, в том числе осложненные инфекционными процессами, обморожением, геморрой, грибок ногтей, герпес, пролежни, некрозы, в общем, купюрозы, какие-то гнойные инфекции кожи, некоторые типы экземы. Вот уже у меня неделю, но я, слава богу, нигде не обжигалась, не поранилась ничем. Но я думаю, что вот прям вот то, что нужно для моей аптечки. В общем, этот крем, он восстанавливает кровоснабжение, стимулирует регенерацию кожного покрова, блокирует воспаление, устраняет патогенные микроорганизмы. В общем, потрясающе. Наносит его на предварительно, ну, как и большинство подобных средств, на предварительно очищенную кожу от гноя, на поврежденные участки кожи. Да, соответственно, от гноя, от всего такого, и накладывается достаточно плотным слоем, нужно наложить полностью, чтобы всю поверхность, да, поврежденную, покрывал данный крем. И, соответственно, сверху можно положить какую-то повязку или даже, ну, там, какой-то лейкопласт. Противопоказание его, это только индивидуальная непереносимость компонентов, и все. Оно, как вы видите, здесь написано, не содержит парабенов, триклозана и антибиотиков. Вот это, мне кажется, потрясающая вещь. Очень много положительных отзывов, в том числе у людей, подойдет для людей, больных с сахарным диабетом, да, вот у кого какие-то проблемы на коже в связи с этим заболеванием возникают. Я вам ссылочку оставлю внизу в инфобоксе, можете почитать, там много положительных отзывов, в том числе у этого производителя есть водные растворы серебра и золота. То есть, в таких бутылочках, и вот те водные растворы, показания к применению, там, заболевания ОРВИ, лечения, там, дизентерии, всяких таких инфекций, язвы желудка, то есть, в лор-практике, в комплексной терапии кожных заболеваний, там, наружное применение. То есть, я сейчас говорю про водный раствор, например, того же серебра. Обязательно, девочки, посмотрите, почитайте, я вам ссылочку оставлю внизу. Но, еще раз повторюсь, крайне много положительных отзывов, прямо таких вот, что этот крем являлся реально спасателем. Вот, поэтому я с удовольствием себе заказала две вот такие баночки. Так что, вот такие вот у меня теперь баночки, 50 и 20 грамм, как я уже говорила. Но, я думаю, что с моими мужчинами, знаете, сейчас, конечно, зима, они у меня менее травмоопасные, скажем так. Ну, а летом вот такие средства у меня просто уходят, я не знаю, в каком количестве подобные, потому что мальчишки, они есть мальчишки, вот. Ну, а я сейчас пойду, пока мои мальчики готовят, у нас пасмурно за окном, наверное, будет дождик, может быть, сегодня, не знаю. Вот, я пойду пока, хочу кое-что приготовить, им сегодня есть вдохновение сегодня готовить, так что покажу вам сейчас. Ну, начать сегодня готовку свою я решила прямо с десерта, потому что данный шоколадный торт или кекс, его можно назвать, или бисквит, он выпекается достаточно долго, порядка 50 минут в духовке, поэтому я решила начать с него. Для начала мы смешиваем все сыпучие ингредиенты, и все ингредиенты, которые необходимы для него, я вам пропишу внизу в инфобоксе. Обязательно попробуйте сделать, здесь у меня мука, просеянная какао-порошок, тоже просеянный, чтобы был без комочков, также сода и сахар. Единственное, что смотрите, если у вас в какао-порошке есть сахар, то, соответственно, положить нужно поменьше, чтобы он не был приторно-сладким. Далее мы в эту смесь добавляем масло сливочное. Я масло сливочное предварительно, ну, практически во всех рецептах, я его растапливаю в микроволновке, так получается вот более такая однородная консистенция, лучше взбивается, не знаю, мне, по крайней мере, так нравится больше. Далее мы добавляем сюда еще растительное масло, у меня его чуть меньше, чем было по рецепту, ну, вот, как говорится, все, что было, все сюда вылила, но, не знаю, мне кажется, никак на это не повлияло. Также молоко, и также мы сюда добавляем яйца, и, конечно же, все это хорошенько нужно перемешать до однородной такой консистенции. У меня здесь очень хороший какао-порошок, я его покупала в ленте, такую большую банку, точнее, покупал у меня муж, и он придает прямо вот такой шоколадный-шоколадный цвет, потому что до этого у меня был обычный какой-то какао, типа из серии Nesquik, и он никогда не давал выпечки, прям вот такой вот темный-темный цвет. Вот это само тесто на самом деле выглядит, на мой взгляд, нереально аппетитно, вот, и прям вот пока готовила, прям слюнки у меня текли только так. И потом, когда консистенция у нас стала однородной, мы добавляем столовую ложку уксуса, и перемешиваем еще где-то минуту, у меня это обычный 9% столовый уксус, я не знаю, можно ли ему чем-то заменить, вот я готовлю впервые, вот, поэтому делала все как по рецепту, единственное, что сахара я положила немного меньше. Далее мы всю эту смесь переливаем в форму, в моем случае это вот такая силиконовая, можно обычную и выложить бумагой для выпечки, да, вот я ее полностью все приложила, конечно, нереально аппетитно, девочки, вообще, я честно признаю, что облизала венчик, но не советую вам так делать. И отправляем в духовку при температуре 180 градусов, где-то на 50 минут, смотрите по своей духовке, соответственно, проверяйте готовность зубочисткой, да, ну вот у меня так и простояло 50 минут, полностью пропекся корж и получился достаточно вкусным. Ну и пока я здесь делаю десерт, мои мальчики на улице, конечно же, в это время работали. Вот такой вот у меня получился, не знаю, кекс-корж, его можно так даже, наверное, назвать. Он полностью у меня готов, и я его сейчас поставлю остужаться, соответственно, потом переложу на тарелочку и попытаюсь как-нибудь красиво украсить. Я, конечно, не думала, что он у меня так разломается посерединке, но я думаю, что ничего страшного. Вот, так что, видите, он прям такой весь, прям шоколадный-шоколадный, можно, наверное, сверху еще полить шоколадный. Еще сейчас, девочки, хочу вам показать. Ко мне, я уже говорила, ко мне приехал мой племянник, и приехал он ко мне еще не просто так. Сделали с ним заказ на Ламоде. Ему безумно нравятся вещи с Ламоды, он прямо кайфует. Во-первых, они недорогие, да, а во-вторых, то, что не нужно полдня тратить на то, чтобы шляться по торговому центру, что все мужчины не любят. Тут все привезли, и обычно мы как с ним делаем? Я выбираю там что-то, ну, так вот, да, там набрасываю, что нужно, и потом он уже, ну, как бы отсеивает, да, это нравится, это не нравится, это нравится, это не нравится, и в итоге комплектуем заказ и, в общем, приводим. Спонсором данного показа является моя сестричка. Давайте вам покажу, может быть, кому-то будет интересно. Это все уже не детское, соответственно, а мужском отделе мы брали у моего племянника. Рост обычный метр семьдесят семь, по-моему, или семьдесят восемь уже, в общем, достаточно большой он у меня пацан. И мы взяли две вот такие кофточки, вот так вот называется марка. Девочки, мы взяли размер, ну, я вам брала размер L и брала размер XL. Вот он взял у меня XL только потому, что ему нравится, когда совсем такой оверсайз, прямо жуткая оверсайз. Вот, поэтому он всегда у меня берет на размер больше. Производство Турция, две одинаковые, только одна из них вот такая темно-зеленая, у него просто есть брюки зеленые, поэтому он решил взять вот такую, то есть это цвет хаки. И вторая вот такая вот серенькая, это тоненькие такие кофточки. И самое главное, что ему понравилось, вот здесь вот смотрите, такая отделка идет как бы, как не на ту сторону, в общем, да, вы поняли. Так, это не зацепка, это пушинка такая вот. Вот, в общем, вот такая вот кофточка, ему безумно понравилась, но она такая, знаете, мягкая, как хлопковая такая, но достаточно такая, видите, тоненькая. Горловина здесь тоже такая, достаточно широкая, но он собрался носить под, ну, то есть футболку и поверх вот эти вот кофточки. И еще заказали две футболки. Футболки эти, это вообще нечто. Во-первых, очень-очень-очень хорошего качества, они такие как шелковистые хлопковые футболки. И смотрите, делаем русское модным. Урал, Поволжье, Москва, Питер. Вот так вот называется марка. Тоже взяли на размер больше, то есть можно было бы эльку, но он захотел, чтобы было оверсайд. Смотрите, что тут написано. Сергей Есенин синева. Это еще не все. Такая же, только черная. И сзади на футболке вот такая вот идет надпись. Сергей Есенин здесь. И написано, да, мне нравилась девушка в белом, но теперь я люблю в голубом. Синева. Слушайте, вообще классная. Просто ему безумно понравилась. Еще и вот этим вот рисунком обалденным. И такая же, только черная. Тоже размер взяли, ну, на размер больше, чтобы она так оверсайд сидела. И здесь вот такая вот уже надпись. Да, мы отжив тревоги перейдем под эти кущи. Сергей Есенин. Слушайте, ну прикольно. Вообще безумно ему понравилось. Тоже здесь вот такая вот, видите, Урал, Поволжье, Москва, Питер. Классные, классные, очень качественные футболочки. Вообще обалденные. И еще мы взяли вот такую вот футболку, футболку, говорю, вот такую вот рубашку. Ему она безумно понравилась. У него есть и джинсы, и черные брюки, такие как джинсы. В общем, тоже ходить в школу, но он носит футболку внутрь, да, вот это расстегивает, рукава подкатывает. То есть вот в таком вот, в таком виде носит футболку, в смысле рубашку. Что-то я все футболку, футболку. Вот так называется марка. Тоже взяли XL, тоже по той же причине, чтобы сидела оверсайз. Хотя по мне можно было бы и L взять, но, как говорится, хозяин-барин, да? Вот, в общем, она идет вот такую клетку, синяя и черная. Ему тоже очень понравилось. Он собирается подворачивать рукава и носить ее. Так что вот такой вот у меня племясь красавчик, но это еще не все, девочки. И еще, девочки, на Ламоде можно заказать такие марки, как Бершка, Плонбир и кто-то еще, но без примерки. Это какие-то товары партнеров, то есть можно через Ламоду, они идут отдельным заказом, то есть отдельной позицией и без возможности примерки, то есть просто заказать и оплатить сразу же курьеру, да, и все. То есть и потом, если что-то не подошло, то он путем возврата, соответственно, делает. И, в общем, мы решили ему заказать. Ему безумно понравились вот такие ботинки, девочки. Но это реально, мне кажется, у молодежи вот сейчас вот это вот не то, что писк, это виск моды. Я бы так это назвала, вот такие просто класснючие ботинки. Единственное, что это не натуральная кожа, ничего, это... как это, полиуретан, да, называется ткань. В общем, вот так они стоили 5 599, но мне они обошлись 3 800. Точнее, не мне, а моей сестре, да, правильно говорить. В общем, по составу здесь получается подошва каучук, вверх полиуретан, подкладка полиэстера, ну, в общем, такие синтетические, но они просто безумно понравились моему племешу. Он уже даже скинул фотку своему другу, типа, смотри, какие у меня крутые боты и так далее. Он вообще просто обалден. Вот видите, здесь такая как бы хлопковая, то есть это осенние-весенние сапоги, и внутри, как типа под кожу, идет вот эта вот стелька. То есть можно сюда стельку. Мы как бы и взяли размер 44, у него вообще 43 размер ноги, ну, такой 43 полный, но ему не сильно они вообще идут размер в размер, девочки. Просто мы хотим сюда, то есть у нее сестра хочет ему сюда стельку такую теплую постелить, и тогда будет ему вообще отлично. Хотя, не знаю, ну, знаете, у меня сейчас у племяша нога растет еще, поэтому непонятно еще, какой у него размер, 43 или 44. Ну, вот ему чуть-чуть они великоваты, но они ему безумно понравились. Он меньше размер брать не хочет. То есть вот такие вот прям вот, ну, прям крутые бутсы, да? Прям крутые-крутые очень. То есть вот эта вот марка полумбира, это без возможности примерки, да? Соответственно, просто смотрите, какая подошва. Ну, просто ему безумно не понравились. Там еще были другой марки, но побольше подошва, вот ему такие не понравились, а вот эти вот просто, он в дичайшем у меня восторге. Вот, и ему очень нравится на Ла Моди то, что можно пересидеть, пересмотреть тысячу вариантов, выбрать то, что нужно, и тебе привезут, и не надо никуда ходить. Вот, чего он очень сильно не любит, ходить по торговым центрам, как, наверное, большинство мужчин. А вот так вот заказать. Так что вот такой вот у меня модный парень. Модный парень будет, да? Девочки, очень классный. И вот эти вот футболочки. Качество вот этих футболок вообще обалденное. Слушайте, прям такие, как шелковистые, такие слегка очень тоже понравились. В общем, очень племяш у меня, племяш у меня прям в восторге. И все ссылочки, как всегда, кому интересно, я оставлю вам внизу в инфобоксе. Еще раз повторюсь, это на Ла Моди все сказали. И еще я решила приготовить два салата. Один это с крабовыми палочками, но у меня не так много риса. Она тут была, оставалась. У меня с крабовыми палочками такой салат дети не едят, и племянник в том числе. Поэтому это мужу и мне, скажем так. Вот. И детям я сделала обычный вот такой овощной салат. Помидоры, огурцы, салат и кукуруза заправила. Все это маслом, соответственно, посолила. Вот такой салатик они у меня с огромным удовольствием едят. Кстати, салат это у меня еще с огорода до сих пор. И он даже не стал таким не горьким. Ну, то есть, очень даже вкусный, хрустящий. А здесь я заправила сметанкой у меня была. И получаются у меня вот такие вот два салатика. Вот этот мы будем кушать с мужем. Так что я украсила вот таким образом свой торт. Он, кстати, получился нереально вкусным. Я сверху немножко полила вареной скущенкой. Малина это тоже у меня еще с огорода. Мята моя с огорода. Вот я тут немножко собирала. Желтая малина у меня тоже еще есть. Но больше уже, конечно, наверное, не будет. Вот. Потому что все-таки уже осень совсем. Вот. Так что вот так вот я украсила. На самом деле, могу сказать, что этот торт можно разрезать пополам и промазать чем-то. То есть, это реально может как полноценный корж для какого-то торта, да. То есть, сделать его какой-нибудь крем, который вы любите. Тут же сметанный крем пропитать. И вообще будет нереально вкусно. Хотя и вот в таком виде тоже он больше напоминает такой кекс в разрезе. Вот. И сейчас я буду готовить запеканку. Запеканка это у меня будет с рыбой. Я предварительно чищу и слегка отвариваю картофель. Вот в таком... Ну, нарезая кружочком, на самом деле, все равно, мне кажется, как можно выкладывать вот этот картофель. Как его нарезать. Не знаю, как угодно. Как вам больше нравится. Вот. Но я привыкла именно вот такими кружочками его. И выкладываю все это на противень. Противень я не смазываю маслом, потому что, ну, не знаю, как-то не вижу необходимости. Обычно мы достаем уже сразу из этого противня. И ничего не прилипает. Потому что картофель я буду смазывать сметаной. Можно, например, залить немножко сливок на картофель. Или майонез. Да. Но в моем случае это будет сметана. Так вот я таким, ну, тоненьким слоем, на самом деле, промазываю. У меня вот такая 15% сметанка. Соответственно, картофель, когда я отвариваю, я добавляю соль. Вот. Можно еще поперчить. И сверху выкладываю рыбу. У меня это трескафелье. И я его тоже предварительно обжариваю. Вот так вот у меня получается. Когда обжариваю, соответственно, солю. Вот. И далее выкладываем жаренный полукольцами лук. Можно побольше, чем у меня. Просто я делаю так, как любит мой муж. Вот так вот у меня получается. И сверху мы просто посыпаем все это дело сыром. И ставим в духовку буквально на 20-25 минут при температуре 180 градусов. Получается безумно вкусная такая рыбная запеканка. Дети у меня такое, конечно, не едят. Вот. Для детей у меня курица. Даже племянник у меня рыбу не ест. Вот. А это мужу он еще... То есть у нас с мужем такой прям рыбный-рыбный день. Он мне еще возьмет на работу такую запеканку. Она действительно очень вкусная. Вкуснее, на мой взгляд, даже не майонезом обмазать картофель, а именно сливками. Он придает такой сливочный вкус, аромат. Рыбу можно тоже взять любую, какая у вас есть. Вот. Я достаточно часто делаю такую запеканку. Так что будем отправлять ее сейчас в духовку. Ну, я обычно минут на 20 ставлю. И вот такая вот вкусная, на мой взгляд, запеканка у нас получается. Вот. Муж у меня ее ест с огромным удовольствием. Можно еще сверху посыпать зеленью. Тогда получится такое, ну, более красивее. Но вот у меня зелень нет. Вот такая вот запеканочка получается. Очень она вкусная, аппетитная, на мой взгляд. И мужу моему, кстати, тоже очень нравится. Хотя он у меня тоже не любитель рыбы. Ну, и это моя тоже небольшая порция на сегодня. Салат я не стала есть. Вот. Но приготовила, да. Главное, приготовить. Помидорчик, огурчик у меня. Так что вот такой вот у нас получается ужин. Ну, и мой торт, который тоже очень понравился всем. Особенно, кстати, моему младшему сыночку. Но он у меня любит такую выпечку, знаете, с шоколадом или с какао. Да, такую шоколадную, скажем так. Но торт действительно получается. Вообще он похож на, да, вот на эти коржи для тортов делают. Или даже что-то наподобие кекса такого. То есть его реально можно разрезать пополам. И получится очень вкусно. Хотя и так получилось к чаю достаточно вкусно. Вот мой кусочек вечером себе решила немножечко позволить. Вот. Ну, в общем, на такой вкусной ноте на сегодня я буду с вами прощаться. Все ссылочки не забывайте. Я вам оставила внизу в инфобоксе. Так что обязательно переходите, смотрите. Ну, а я буду с вами прощаться. До новых встреч. До новых встреч.